Школьника, упавшего на рельсы метро, спас мигрант из Таджикистана. Мужчина, увидев ребенка на путях, сразу спрыгнул с платформы. Гастарбайтер из Таджикистана вытащил на платформу 10-летнего школьника, упавшего на пути в столичном метрополитене. Мальчик засмотрелся в телефон. Как стало известно МК, несчастный случай произошел 13 марта на станции библиотека имени Ленина. В воскресный день ученик 4-го класса Максим имя изменено ехал домой с курсов по ремеслу, там ребенок учится пилить и строгать. Мальчик зашел на станции метро Багратионовская и следовал до своего района Сокольники по знакомому маршруту в течение 9 месяцев папа возил сына с занятий домой. Лишь 3 месяца назад родители разрешили школьнику ездить самостоятельно. При пересадке на станции метро библиотека имени Ленина школьник упал на пути. Я услышала шлепок, потом увидела мальчика. Ребенок не двигался от шока. Слава богу, поезд не шел, позже рассказала одна из пассажирок подземки. Один из мужчин на платформе сразу же крикнул, вытаскивайте. А другой, азиатской внешности, прыгнул на пути, вытащил ребенка и сам забрался обратно на платформу. Мы положили мальчика на спину. Я взяла его за руку и начала успокаивать и отвлекать. В сумке на шатырь оказался, в височке ему потерло. Кто-то пошел вызывать скорую помощь. По словам женщины, ребенок показывал на бок и жаловался на очень сильную боль. Мальчик смог вымолвить, что засмотрелся в телефон и оступился. Школьника увезли в больницу, где сразу же поместили в реанимацию. Состояние пациента тяжелое, у него разрыв почки и селезенки. Его спасителю, 40-летнему уроженцу Таджикистана, пришлось пообщаться со стражами порядка. Мужчина подробно рассказал все обстоятельства. Он видел, как ребенок не заметил края платформы и упал. Сам герой в Москве проживает уже 20 лет и зарабатывает на жизнь работой на стройках и ремонтом. Но сейчас нетрудоустроен. Отец пострадавшего, заместитель генерального директора сервиса поиска специалистов различного профиля. Мужчина рассказал блюстителям закона, что в телефоне сына стоит родительский контроль, поэтому игры там все традиционные, но их много. Большинство работают через интернет. Он не исключил, что сын, ожидая поезд, мог начать играть в какую-нибудь простую игру. Продолжение следует...